С приходом текущего поколения на консолях появился Ray Tracing, и думаю вы о нем уже и так прекрасно наслышаны. Это на мой взгляд очень перспективная технология, которая в дальнейшем, как ни крути, будет использоваться все чаще и чаще. Далеко за примерами ходить не надо, некоторые игры уже используют его по умолчанию, например недавно вышедшие Star Wars Outlaws, которые включают в себя довольно качественный RTGI. Однако, несмотря на это, текущая мощность игровых консолей не могут позволить себе использовать ретрейсинг на полную, всегда придется искать какие-то компромиссы, что довольно очевидно. Например, в каких-то проектах жертвуют качеством отражений или вовсе их убирают, оставляя за собой привычные технологии вроде SSR, ну или в крайнем случае разработчики вообще не добавляют трассировку лучей, так как она слишком сильно бьет по производительности, как в каком-нибудь Alan Wake 2. В общем, да, консоли всегда были компромиссными устройствами, и удивляться порезанному ретрейсингу на устройстве 2020 года, которое продавалось на тот момент всего за 500 долларов, как минимум странно. Да и к тому же тут стоит графический чип от AMD, а они с трассировкой лучей не так уж и сильно и дружат. Но что если я скажу, что даже на таком бюджетном железе есть игры, которые с ретрейсингом могут выглядеть отлично? Да, возможно с некоторыми нюансами, но тем не менее, сегодня я перечислю вам 5 игр, которые на мой взгляд имеют очень достойную реализацию трассировки лучей на PS5 и Xbox Series X. Ну а если к примеру после просмотра видео захотите лично поиграть в эти игры, или у вас в целом возникли сложности с приобретением новинок, причем не важно на каком устройстве, то обязательно воспользуйтесь сервисом Donatov.net. На сайте представлены карты пополнения самых популярных регионов, благодаря которым можно пополнить балансовые консоли без передачи данных личного аккаунта, причем это актуально как и для PS, так и для Xbox. Ну а если вы ПК-геймер, то на сайте можно также пополнить свой Steam кошелек с моментальной доставкой и самой низкой комиссией всего в 10% для любой суммы пополнения. Кстати, при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст скидку в 5% на первую покупку. Теперь проблемы с пополнением уже давно в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть, ссылка ждет вас в описании. Ну а мы возвращаемся к теме видео. Что ж, давайте начнем с Watch Dogs Legion. Это был самый первый консольный проект с поддержкой трассировки лучей в виде отражений, и кстати говоря, на релизе это был единственный доступный режим графики, возможность отключить трассировку добавили где-то спустя полгода. Так вот, касаемо отражений, несмотря на низкое разрешение и слабую дальность прорисовки в сравнении с ПК, игра с рейтрейсингом все равно выглядела замечательно. Проходя игру на релизе, мне было в кайф периодически где-нибудь останавливаться и любоваться красотой города, особенно в дождливую погоду, где трассировку лучей полностью преображает картинку. Не сказал бы, что без нее прям совсем неиграбельно, но в сравнении, если мы отключим лучи, Лондон становится каким-то обычным что ли. Безусловно, большинство людей предпочло бы играть без трассировки, так как без нее производительность удваивается аж два раза, но чисто для обычных неспешных прогулок по игровым улицам, я крайне советовал бы играть именно с трассировкой, так как отражение здесь действительно вау. И чуть не забыл, эта игра также поддерживает лучи на серии СС, что кстати сейчас большая редкость. Далее Metro Exodus Enhanced Edition, это первая крупная игра в истории, которая попросту не работает без рейтрейсинга, отключить его из главного меню попросту невозможно. Если помните, то в оригинальной версии 2019 года RTX также присутствовал, но он по сути накладывался на запеченное освещение, а в Enhanced Edition игра уже была полностью переделана с учетом трассировки, и разница просто колоссальная. Абсолютно каждая сцена теперь выглядит по-другому, и это было бесплатным обновлением, прошу заметить. Что еще удивительно, разработчики умудрились выпустить это и на консолях, причем добившись довольно стабильных 60 фпс в большинстве сценариях. Да, пришлось пойти на компромиссы, сделать агрессивное динамическое разрешение и убрать некоторые графические эффекты, но в общем и целом игра на PS5 и Xbox Series X выглядит и работает просто потрясающе. Абсолютно каждому советую поиграть в Metro Exodus, так как это не только одна из самых симпатичных игр с трассировкой, но и сам по себе очень хороший проект, который явно заслуживает внимания. Третий проект Control. Несколько лет назад студия Remedy для своей игры на консолях выпустила Next Gen Update, который добавил поддержку RT-отражений. И так как действие игры в основном происходит в закрытых помещениях, где достаточно много этих самых отражений, то с трассировкой лучей Control значительно преображается. Абсолютно каждая деталь имеет очень качественное и реалистичное отражение, и в сравнении с обычным SSR, это просто небо и земля. Но, к сожалению, с рейтрейсингом проект начинает работать при 30 кадрах в секунду, а так как здесь частенько происходят динамичные перестрелки, то это может негативно повлиять на общий геймплей. В любом случае, выбор за вами, но хотя бы один раз включить рейтрейсинг я однозначно рекомендую. Четвертая игра, Ведьмак 3. С выходом Next Gen Update'а на ПК стали доступны практически все виды трассировки лучей, но на консолях уместилось лишь продвинутое освещение. Честно говоря, Третий Вечер и без рейтрейсинга выглядел просто великолепно, но с RTGI картинка стала еще лучше. Конечно, не во всех локациях эта технология реализована адекватно, но по большей части в открытом мире лучи неплохо так улучшают общую картинку. Если говорить о частоте кадров, то трассировка она ожидаема в районе 30 фпс, так что если данный вариант вас не напрягает, смело считайте это одним из лучших вариантов для прохождения. Ну и последняя игра на сегодня, Spider-Man 2. Здесь используется трассировка лучей в виде отражений, и выглядит она просто изумительно. Абсолютно каждая поверхность, в том числе и вода, очень реалистично отражает окружающий мир вокруг главного героя. В предыдущей игре, к слову, RT отражения тоже были, но для воды они никак не применялись, и выглядела она по итогу очень плоско. Во второй же части разработчики пошли еще дальше, и теперь для идеальной картинки им только не хватает реалистичных теней и глобального освещения, но думаю это произойдет уже на следующем поколении. Что касается производительности, то самая хорошая новость заключается в том, что даже при 60 фпс эти отражения никуда не исчезают, и игра по-прежнему выглядит отлично. Небольшой нюанс только в том, что на некоторых мелких объектах трассировка может не действовать, но в обычном геймплее это очень трудно заметить, ведь все основные отражения тут по-прежнему на месте, и никуда не пропадают. Иными словами, на моей памяти у Spider-Man 2 самые лучшие RT отражения среди всех игр на PS5, которые сейчас только доступны. И на этом моя небольшая подборка подходит к завершению, дайте знать стоит ли делать подобное видео в дальнейшем, ну и заодно в комментариях напишите свое отношение к трассировке, а также поделитесь своим списком игр, где по-вашему эта технология выглядит на все 100%. Что ж, а если ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить похожие видеоролики в будущем. Уверен, что как только выйдет PS5 Pro, мы еще не раз вернемся к обсуждению этой темы, так как по слухам, основной упор на новой консоли будет именно на продвинутую трассировку лучей, а это мы очень и очень ждем. Кстати говоря, все подобные новости анонса вы можете отслеживать подписавшись на мой телеграм-канал или группу ВК, ну и на фоне слухов о блокировке ютуба, важно не потерять связь друг с другом, поэтому смело присоединяйтесь. А для любителей эксклюзивного контента, но для тех, кто хочет меня поддержать материально, при желании вы можете также оформить подписку на Boosty, там у вас будет возможность посмотреть расширенные тесты FPS, некоторые видео в раннем доступе и прочие эксклюзивные материалы в зависимости от уровня подписки. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok